Всем привет! Сегодня мы с вами продолжим разговор о пеларгонии. О том, что ее необходимо прищипывать для более пышного цветения. Я вам показывала как это делать, как прищипывать молодые растенец. И вот хочу показать как они выглядят на сегодняшний день и для чего мы вообще их прищипывали. Вот смотрите, они у меня сейчас в таких еще маленьких горшочках. Ну ладно, об этом потом. Так, мы прищипнули центральный стволик для того, чтобы у нас началось ветвление. Ветвление, кущение. И вот посмотрите, один, два, три, три побега вместо одного. И сразу смотрите, одна шапка, другая шапка, третья шапочка, четвертая шапочка. То есть и стена у нас будет целым букетиком, а не одним, единственным, ни одной единственной шапочкой. Вот, собственно, для этого мы их и прищипывали. И это можно наблюдать на каждом, каждом кустике. Смотрите, сколько рожков, столько у них и шапок. И они сейчас будут цвести без перерыва. Они будут цвести, цвести, цвести все лето, невзирая на жару, невзирая ни на что. Вот смотрите, здесь вот эти вот все тоже подрастут, молоденькие побеги, совсем маленькие. И тоже начнут активно цвести. Это касается не только пеларгонии зональной. Смотрите, на каждой, на каждой уже формируются бутоны. Цветение будет очень обильным. Вот на этой уже третья шапка завязалась. Смотрите, одна уже отцвела. Один цветонос я уже отломила. Это второй. И вот третий уже есть. Ну и там на маленьких, конечно же, будет их еще много-много. Так, это касается не только пеларгонии зональной. Это также касается группы пеларгоний, так называемые ангелы. Это пеларгонии с мелкими листьями и сам гобитус у них тоже поменьше. Иногда они бывают ампельного вида. Вот посмотрите, тоже очень много будет бутончиков. Вернее, бутончиков уже много. Цветение будет тоже шапочкой. Тоже касается и пеларгонии королевской. Посмотрите, тоже сколько побегов, столько в результате и букетиков будет. Чем больше у нас, чем пышнее кустик, тем больше и лучше будет цветение. Так, теперь эти герани у меня, вернее сказать, правильнее сказать, пеларгонии, находятся в таких вот маленьких горшочках, как вы видите. Я их еще не высаживала. И они все-все в бутонах уже. Почва там, почва, во-первых, мало, во-вторых, она обычная почва, без всяких удобрений, без всего. Для чего я это делаю? Сейчас я вам покажу для сравнения кустики, которые уже чуть раньше были высажены в большой объем грунта. Вот эти вот кустики были высажены раньше. Смотрите, конечно же, как они красиво выглядят по сравнению с теми, которые я только что показывала. У них листья большие, зеленые. Выглядят они мощно и шикарно по сравнению с этими. Но у них, смотрите, красивая в основном листва, то есть цветение еще не началось. Хотя бутоны тоже уже появляются. Вот бутончик я вижу. Вот еще бутончик. И вот третий. То есть цветение все равно тоже будет обильным. Только оно будет чуть позже, потому что сначала пеларгония набирает массу листовую. То есть если вам хочется побыстрее увидеть цветение, то не предоставляйте ей сразу слишком просторное жилье. Вот то же самое. Да, они тоже будут цвести, но будут цвести лишь после того, как наберут достаточную вегетативную массу. Вот еще один куст. Смотрите, какой он шикарный. Какая у него зеленая, пышная, красивая листва. Бутончиков у него еще нет. Но зато посмотрите, сколько побегов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять побегов только от центрального ствола. Толстые и мощные. Вот этот кустик, пока он еще не сформировал бутоны, его по идее можно еще даже прищипнуть. И он будет еще пышнее. Но я уже этого делать не буду. Пусть уже начинает цвести. Так, теперь я эти кустики, которые у меня уже все с бутонами, все уже цветут, я их пересаживаю, либо в открытый грунт высаживаю, переваливаю, не разрушая земляного кома, либо высаживаю в кашпо объемом не меньше двух литров, не меньше полутора хотя бы литров, чтобы не поливать часто. Вот этот вот у меня тоже такой же маленький был кустик, я его пересадила, посадила уже в горшочек. Вот смотрите, он весь висит уже в бутончиках. Вот бутончик, вот бутончики, две шапочки уже цветет. Вот в такого размера горшочки, не меньше. Потому что за лето они все-таки хорошо разрастутся, и в слишком маленьком горшке им не будет хватать почвы, и поливать их придется то и дело. Так. Либо буду высаживать в грунт. Сейчас покажу, как я буду высаживать в кашпо. Кашпо это литра где-то, наверное, два. Беру обычный грунт, огородная земля у меня. Ну, кого какой есть. У меня сейчас под рукой больше никакой нет, поэтому я буду сажать в огородную, она прекрасно себя там чувствует, пеларгония. Очень хорошо растет. Можно добавить каких-нибудь удобрений для цветения, например, суперфосфат или что-либо подобное. Я ничего добавлять не буду, потому что этого объема почвы и питательных веществ в ней имеющихся, я думаю, должно хватить. Так, насыпали. Прямо в горшочке. Примерили. Можно еще насыпать. Чтобы у нас горшочек стоял, верхняя кромка земли должна быть на том уровне, на котором мы хотим ее ставить. Вот так вот. Все, достаточно. Вот, смотрите, у меня там почва. Так. Гирочку с названием сорта. Берем наш горшочек, переворачиваем. Вот так вот пальцами держим растение, как бы с двух сторон обхватываем и слегка его сжимаем. Вот у нас остается ком земли. Чтобы его не повредить, аккуратненько переворачиваем, ставим и засыпаем оставшейся почвой по краям горшка. Грунт у меня мокрый, влажный после дождя, поэтому сегодня я даже поливать не буду. Когда влага закончится, испарится, тогда уже я полью. И, возможно, придется немножечко добавить грунта. Так. И вот так вот, не утрамбовывая, просто засыпаю между стенками горшка и земляным комом с растением. Пеларгонию не заглубляю. Сажаю ее на таком же уровне, как она была в маленьком горшочке. Ну, вот что у меня получилось. Вот так вот я засыпала. Вот, бутоны уже завязались, она никуда не денется, она будет цвести. Разумеется, кустик не прекратит цветение, не начнет наращивать агитативную массу. Он будет цвести, да, он будет наращивать листву, ну, и одновременно он будет в постоянном цветении. Вот так вот. Либо можно сажать к слову сказать, вот это вот мои два любимых сорта. вот этот вот. Здесь мелкие кружевные цветочки лососевые и второй с более крупными цветами. Цвет у них одинаковый, только форма цветочков другая и шапки разного размера. Ну, сорта очень похожи. Еще у меня есть розовидные розовые розочки, но она еще пока не цветет. Или можно высаживать по нескольку кустиков, вот как я здесь сделала, в ведерные или около того коржки. Вот, посмотрите, здесь у меня три кустика одинакового сорта. Тоже я их высадила уже где-то, ну, не знаю, наверное, недели три назад. Вот они только-только начинают набирать бутоны. Сначала они нарастили вот такие красивые хорошие листья, попав в просторный горшок. Так что выбирайте сами. Хотите, чтобы побыстрее зацвели, не пересаживайте сразу в большие емкости. Сначала дождитесь, пока пеларгония в маленькой емкости начнет набирать бутоны. Либо пересаживайте сразу в большой, чтобы пеларгония нарастила вегетативную массу, красивые большие листья, и потом она все равно непременно зацветет. Так и так. В одном горшке несколько растений одного сорта смотрится очень красиво, эффектно. Здесь будет много цветов одинаковых и такой цветущий шарик получится. Либо высаживаем в открытый грунт. Вот как я сделала с этими. Это у меня совсем малюсенькие были черенки. Я их недели три назад воткнула. Они, конечно, очень хорошо подросли, возмужали, но они цвести начнут попозже. Сначала они вырастут в хорошие кустики, большие, и только после этого они начнут цвести. Но зато уже цвести они будут, конечно, очень шикарные. Цвести будут до самых морозов. Так, ну вот и все, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. Всем всего хорошего, удачи и до новых встреч. Пока. Пока.